Друзья, всем огромный привет! У меня сейчас дубль три, я разучилась опять говорить на камеру. И сегодня я хочу начать с того, с той ситуации, которая у меня сегодня произошла, от которой, честно признаться, я до сих пор в шоке, поэтому я немного могу тормозить. Но это ситуация вот этой вот моей любимой красавицы, которая повела себя ну просто ужаснейшим, честно, ужаснейшим образом. Я не ожидала, точнее я предполагала, что такая ситуация может произойти, но очень надеялась на то, что мы избежим этого конфликта. Действительно, прям очень много вопросов задают по поводу того, как контачат моя собака и мои кошки. Кто не в курсе, у меня три кошки. Все было прекрасно, все было чудесно, да, то есть они пытаются как-то подобрать к друг другу подход, найти его, собственно, с одной черненькой кошечкой, самой молоденькой, получается, с Али играет. То есть они уже с самого первого дня на самом деле нашли, как-то вот подружились. А две взрослые кошечки, с ними пока она никак не может подружиться, то есть она там к ним все пытается играться с ними начать, кошки на нее шипят, лапы могут ее ударить, но все как-то решалось мирно и без таких вот эксцессовых ситуаций. Сегодня вот эта хулиганка моя любимая, которая просто, мне кажется, сгорает от стыда, потому что действительно ей очень-очень стыдно. Она чуть моей Машеньки, а Машенька эта серенькая обычно, которая у меня здесь раньше лежала, мы с ней снимали видео, она ей чуть голову не откусила. Вы представляете? В общем, я очень надеюсь, что таких ситуаций больше не будет, но я в шоке от того, как Салюша себя повела. Все произошло, конечно же, из-за еды, конечно же, из-за миски. Мы кошек и собаку кормим отдельно, то есть в разное время, чтобы, допустим, собака не видела, что кошек кормят. Пока что мы выбрали именно такую тактику, потому что она просто не дает им поесть. Вот, и получилось так, что Салли покушала, осталась ее миска внизу, и Маша подошла понюхать, и все. И вот произошла эта ужасная ситуация. Но, слава богу, все хорошо, голова на месте, но сама ситуация, честно признаться, меня как-то выбила прямо из колеи, поэтому я могу немного тормозить. Так, друзья, о чем с вами еще хотела сегодня поговорить? Давайте еще раз с вами обсудим тему Ютуба. Очень плохо работает. Я вот, честно признаться, снимаю это видео, и очень надеюсь, что у меня получится его загрузить, потому что я снимаю на профкамеру, монтирую свои ролики я на ноутбуке, и я не знаю пока, как с ноутбука получится у меня загрузить видео, потому что я сама практически не смотрю сейчас Ютуб. Ну, во-первых, из-за того, что времени не особо много на это есть, а во-вторых, он виснет. Меня это очень сильно раздражает, поэтому получше он работает, когда ты отключаешь домашний интернет, но сам факт того, что это очень как-то действует на нервную систему, когда ты не можешь открыть видео. Я планирую прекращать снимать ролики, даже если вдруг произойдет такое, что Ютуб вообще перестанет работать. Я, конечно же, хочу вам напомнить о своих других площадках. Это Рутуб, это Дзен, это ВКонтакте, Телеграм. Я туда обязательно дублирую ролики свои, потому что, конечно же, я не хочу терять с вами связь. Я вам буду безумно благодарна и признательна, если вы подпишетесь на мои социальные сети, чтобы не терять нам с вами, собственно, ту самую связь, о которой я сейчас говорю. Так, давайте приступать к ароматам. Я хочу вам рассказать сегодня о четырех шикарных парфюмах. Да, мы с вами сегодня будем опять обозревать новинки, но здесь прям есть совсем горячий пирожок, который приехал ко мне сегодня, но вы знаете, что я обычно долго разнашиваю ароматы, долго формирую о них свое мнение, потом вам уже рассказываю, но это тот аромат, который я, кстати, заказывала вслепую давненько, я на него смотрела, и здесь прям попадание в самое сердечко, и у него и стойкость, и шлейф, даже несмотря на то, что он только сегодня ко мне приехал, незамечательный. Поэтому я хочу поделиться с вами своим мнением о данном аромате. И, конечно же, три парфюма. Один здесь даже, знаете, он как-то превзошел мои ожидания, потому что тоже заказывала вслепую. Один аромат, я влюбилась в магазине, но цена мне не очень нравится, поэтому заказала себе малыша. И еще один аромат, вокруг которого я делала много-много кругов, много-много затестов перед покупкой данного аромата было. И давайте, конечно же, приступать. Ссылочки, как всегда, я на ароматы оставляю внизу в инфобоксе, поэтому обязательно заходите, смотрите. Про промокод на рандеву, конечно же, тоже не забывайте. Буду вам очень признательна, если вы им воспользуетесь. 10 финкель действует от суммы заказа 2500 рублей, суммируется с акциями и скидками, действующими на сайте. Итак, давайте начнем с того аромата, вокруг которого я ходила очень-очень долго, ну, наверное, где-то года полтора. Это очень популярный аромат у данного бренда. И сейчас я хочу вам рассказать о венецианском купце, их жемчужине. Если вы любите ароматы на тему ухода, такой вот своеобразной роскоши, женственности, то вам обязательно нужно попробовать этот аромат, потому что я прям получаю такое наслаждение, такое удовольствие, когда я с ним хожу. Это, конечно же, очень красиво выглядит. Вот так вот выглядит вся эта красота. Он открывается как такой вот ларец. И мне не очень нравится эта подвеска. Я знаю, что многие ее снимают, потому что она как-то дешевит немного флакон. Я, собственно, то же самое сделаю. Сейчас вам покажу. Вот такая вот здесь погремушка. И она снимается очень легко и просто. Мне кажется, что так выглядит флакончик гораздо более стильно. Это такой красивый, очень женственный, шикарный, я бы сказала, аромат, потому что я в своем телеграм-канале не так давно писала про крем Гуам, от которого я в полнейшем восторге. Это баттер для тела. Он, конечно, не бюджетный, но уходовые средства за телом от бренда Гуам, это прям действительно находка. Если вы не пробовали, обязательно попробуйте. Я с тем баттером познакомилась с помощью пробника, который мне давали в магазине при покупке других средств. Вот ампулы, я обожаю их ампулы от выпадения. Также, думаю себе, нужно обновить уже курс, а то мои виски что-то опять начали редеть. В общем, мне давали пробник того баттера, и я заказала его тут же, как он у меня закончился, потому что это настолько роскошный крем для тела. Я ни разу еще не встречала таких продуктов с таким эффектом, потому что у меня кожа мгновенно стала напитанной, плотной, упругой, увлажненной и безумно вкусно пахнущим. Пахнет именно карите. Я не очень люблю одушку масла ши, но вот карите это настолько красиво, благородно пахнет. Вот вы, когда пользуетесь этим кремом, баттером, такое ощущение, что вы вышли из дорогого салона. То есть вы сделали все свои процедурки, собственно, пахнете потом всеми этими дорогими продуктами по уходу за собой. И когда я пользовалась тем баттером, я наносила дополнительно уже на утро, получается, вот этот вот аромат. Вы знаете, я настолько уверенно себя чувствовала, потому что хоть и никто не знает, чем от меня пахнет, хоть никто не знает, что на мне намазано, какой у меня уход, но вот это вот внутреннее состояние роскоши. В общем, я вам советую обязательно попробовать и крем, и, собственно, этот аромат, потому что в тандеме они подняли и мне самооценку, и мое внутреннее вот это вот состояние, потому что в тот день у меня было, ну, такое себе настроение. В общем, чем это пахнет? На старте это действительно пахнет немного кремом Невея в жестяной банке, но насколько красиво он потом начинает раскрываться, он становится пудровый, и опять же он пахнет дорогим средством по уходу за телом. Вот если вы любите такое направление, я вам очень его советую, и дайте ему раскрыться, потому что аромат очень стойкий, у меня волосы пахли два дня, ну, кожа, естественно, поменьше, то есть где-то к вечеру у меня уже пропал аромат, но мое вот это вот внутреннее состояние, я как раз-таки его еще заказала на рандеву, когда была на него хорошая цена, я безумно рада, что я схватила себе бутыль в 100 мл, потому что это, пожалуй, сейчас один из самых красивых и дорого звучащих в моем парфюмерном гардеробе ароматов на уходовую тематику, я вам очень его советую, это действительно бестселлер марки, поэтому обязательно-обязательно обратите на него свое внимание, походите, поживите с ним, потому что потом он раскрывается просто великолепно, я не буду говорить про саму пирамиду, в любом случае, вы сейчас, скорее всего, здесь или здесь можете ее наблюдать, но он настолько красиво и дорого пахнет, поэтому я вам очень его советую. Также давайте я вам покажу аромат, который приехал ко мне сегодня, и это была моя покупка вслепую, я также, конечно же, уже писала о нем в своем телеграм-канале, я весь день ходила с этим ароматом, и это попадание в самое сердечко, я даже не ожидала, что он мне так понравится, потому что его пирамида и его звучание, это немного две разные вещи, это аромат от The House of Food, который называется Ruby Red, я вам говорила, что с брендом я не очень дружу, но есть ароматы, которые мне прям заходят, Emmerland Green, это The Time, это Dates Delights, потом вот этот вот, я также хочу еще попробовать у них аромат Sapphire, который очень хвалит Карина, там есть у них аромат на тему миндаля, но мне он нравится, я его не покупаю, потому что он мне перекликается очень сильно с моим любимым ароматом от Ксержов Италика, поэтому я считаю, что два плюс-минус одинаковых ароматов в коллекции не нужно, я как-то сейчас поменяла свою политику в этом плане, и стараюсь, чтобы у меня сильно прям похожих, взаимозаменяемых ароматов в коллекции не было, Ruby Red, это так красиво, друзья, я постараюсь вам сейчас показать, чтобы у меня ничего не выпало, а то я заметила, у меня в последнее время флаконы мои куда-то постоянно норовятся улететь, вот, вот так вот выглядит вся эта красота, флакончики у них идут 75 миллилитров, очень миниатюрная, кстати, коробка, мне это нравится, потому что бывают, бренды делают огроменную коробку, а флакончик как бы, ну, вот, я считаю, что это самый оптимальный размер коробки, в принципе, для флакона, это так красиво, и это настолько вкусно звучит, я вам несколько раз уже говорила о том, что я в ближайшее время не планирую покупать себе никакие больше ароматов с туберозой, потому что у меня их просто очень-очень большое количество, но отзывы, которые я прочитала про Руберет, они просто меня, просто меня загипнотизировали, тут же заказала этот аромат, это настолько красиво, вообще, пирамида данного аромата, там, по-моему, имбирь, ланг-а-ланг, тубероза, сахаренный имбирь, возможно, там немного древесных таких вот оттенков содержится, но пахнет это вишней, это настолько красиво, вы когда его только наносите, я даже сейчас хочу на себя его нанести, днем наносила, когда он ко мне только приехал, и вечером ходила с ним на прогулку, он, кстати, очень стойкий, и он очень имеет хороший шлейф, потому что меня также спрашивали, что это за такой прекрасный аромат, это достаточно понятная композиция, когда вы его только наносите, здесь идет такой вот оттенок вишни с миндалем, который, кстати, не заявлено в пирамиде, но очень многие об этом пишут, также многие пишут о том, что слышат здесь вишню с дымком, я вот вишню именно с дымком не слышу, для меня здесь идет именно такая кисленькая вишенка с косточкой, дальше здесь раскрывается очень красивый засахаренный имбирь, я здесь слышу лимон, там, по-моему, есть танжерин, но вот я здесь слышу именно лимон, и в базе здесь древесные оттенки с ванилью, тубероза здесь очень красивая, она не пугающая, то есть если у вас достаточно сложное отношение с ароматами, где ярко звучит та нота туберозы, то смело вам рекомендую его пробовать, также здесь есть как раз-таки небольшой такой оттенок взбитых сливок, лактонности, сливочности, то есть тубероза мне здесь очень сильно напомнила аромат, который я обожаю, это Морес Кледи Туберозы, там тоже такая вот жвачно-фруктовая тубероза, то здесь она вот именно жвачно-ягодная, очень красивый аромат, и, кстати, вот, чтобы не сбиваться с мысля, сначала идет вишня, потом идет вот эта вот жвачная тубероза с цитрусовыми оттенками, потом вишня опять начинает себя проявлять, и добавляются вот эти вот взбитые сливки, через где-то часов 5 на коже остается легкий древесный оттенок, и практически монованиль, это настолько красиво, это прям вот попадание в самое сердечко, если сравнивать его по интенсивности с Леди Тубероз, кстати, Машенька пришла, я надеюсь, что сейчас все будет нормально, то он, конечно же, ярче, но я в восторге от данного аромата, поэтому я вам очень его советую, и муж мой прям порадовался, когда увидел мою реакцию, потому что, повторюсь, это была слепая покупка, и когда я его первый раз вдохнула, у меня прям был эффект вау, потому что я не могла оторваться от своего запястья, настолько сильно он мне полюбился, кстати, на рандеву можно заказать пробнички, можно заказать себе ароматы в формате 8 мл, поэтому попробуйте, он просто шикарный, ну это прям чисто женская история, ничего сложно сочиненного здесь искать не нужно, но это очень-очень красиво. Также аромат, о котором мы уже, наверное, все 150 раз слышали, тестировали его, но я только сейчас дошла до него, потому что Patrice Martin – это бренд, который делает очень хорошие аналоги на другие популярные ароматы, вот, например, сейчас у них еще вышел Pink Shadow, который мне, кстати, очень интересно потестировать, говорят, что он такой более мягкий, нежели Amoage Guidance, это аналог на Guidance, аромат от Patrice Martin, я сейчас напишу вот здесь вот внизу, чтобы не коверкать свой язык, это аромат в духе одного зонтика на двоих от Florico, я не так давно, как раз-таки, когда про черную смородину снимала вам видео, упоминала о том, что я заказала себе этот аромат, и вот-вот должен на днях он был ко мне прийти, пришел, я с ним походила, это так красиво! Если зонтик для вас слишком дорого, но вам очень нравится звучание данного аромата, попробуйте вот этот вот Patrice Martin. Зонтик закончится, я, конечно, не стараюсь его быстренько закончить, но у меня с зонтиком просто любовь, вот, понимаете, запой, и я сейчас стараюсь поменьше все-таки им пользоваться, потому что боюсь, что он очень быстро у меня закончится, но теперь я могу спокойно поливаться, что зонтиком, что вот этим вот Patrice Martin, потому что они похожи, но вот этот, он более даже такой воздушный, более чайный, менее сладкий, это настолько приятно, у меня мама просто чуть не отжала флакон, честно признаться, данного аромата, настолько он ей понравился, она пришла, как раз мне привезли этот флакон, она душилась, ушла гулять, квартира вся пахла, она приходит, от нее все равно шел очень яркий такой аромат, то есть тоже, несмотря на то, что аромат был только с дороги, он и стойкий, и диффузный, и здесь как раз-таки опять идет чай, где даже больше, я бы сказала, вот этих вот черничных ягод, маффин, куда побольше положили черники, это настолько красиво, это настолько вкусно, для меня это аромат внесезонный, кого-то он является таким слишком сладким на теплое время года, но вы знаете, что я обожаю гурманику, поэтому с удовольствием, с огромным удовольствием, ношу его и сейчас, поэтому обязательно, обязательно попробуйте, и последний аромат, о котором вам сегодня хочу рассказать, здесь тоже был у меня эффект вау, это относительно такой новый аромат, у них выходило три, по-моему, новинки вот в этих вот синих флаконах, это Лорен Мацони, и мне очень понравилась их единичка, он называется Филдор номер один, если правильно произношу, в любом случае название, где-нибудь сейчас можете наблюдать здесь, также хочу отметить такой момент, что у LM есть маленькие форматы, они, конечно, тоже не очень бюджетные, честно вам скажу, и выгоднее, если вот так вот по миллилитрам считать, то брать большой флакон, но мне настолько хотелось его себе в коллекцию, здесь у них малыши идут по 15 миллилитров, и те, кто против отливантов пробников, обязательно присмотритесь к вот такому вот тревел формату, сейчас вообще многие, очень многие бренды делают вот такие вот фирменные миниатюрки, которые очень удобны в использовании, потому что здесь небольшой объем аромата, плюс он вам не успеет, в общем, надоесть, вы его точно закончите, и мочки с собой носить его очень-очень удобно, это, на мой взгляд, больше такой осенний-зимний аромат, но настолько он меня в себя влюбил, здесь я слышу очень красивое, сладкое, густое, немного с кислинкой сливовое варенье, вот так вот я слышу этот аромат, здесь есть такое вот ощущение, немного уда, бальзамичности, мне и сейчас очень комфортно с этим ароматом, но вообще я купила себе его на осень, потому что мне кажется, что с осенним пальто вот такого коричневого цвета, с сапожками, он будет еще более красиво сочетаться, но это настолько красиво, он очень стойкий, он очень шлейфовый, для меня это действительно прям вот сливовое варенье, я по-другому, наверное, ничего больше не могу сказать про данный парфюм, потому что, вот как я его впервые услышала, я так и продолжаю его слышать, я вам очень его тоже советую, и может быть, когда-нибудь куплю себе большой флакон, если у меня эта малышка закончится, но пока что буду наслаждаться вот этим вот travel форматом, потому что аромат действительно, ну, очень сильно мне понравился, здесь даже есть ощущение варенья из абрикосов, то есть не свежий именно абрикос, а вот сливу с абрикосом сварили, и такой, знаете, прям густой разваристый джем получился, вот так вот могу описать данный аромат, он, конечно, прекрасный, ну и большой флакон, его, естественно, тоже очень-очень красивый, я также фотографии выставляла во своем телеграм-канале, и так, друзья, на этом все, я надеюсь, что вам было интересно меня смотреть и слушать, кто с ними знаком, кто не знаком, если вдруг попробуете, обязательно пишите свои впечатления внизу, ну и кто знаком, то, конечно же, жду тоже ваше мнение внизу в комментариях, будет очень интересно почитать. На этом я буду с вами прощаться, огромнейшее спасибо вам за внимание, я вас всех обнимаю, целую, пока-пока, до новых встреч!